Гордон Рамзи. Здорово, это Гордон. Пять мишленовских звезд, три из которых принадлежат его собственным ресторанам. Огромное количество телевизионных шоу, отец четырех детей, владелец бульдога и двух кошек. И вообще, пожалуй, это, наверное, самый известный повар в мире. Еще раз, полейте соком из сковородки. Не знаю, зачем, но сделайте это, потому что я шеф-повар, я сказал. И кто, как не Гордон Рамзи, может научить нас готовить самый вкусный бутер в мире? И именно он сегодня в рамках рубрики Повторюша будет проверен. Рецепт Гордона Рамзи под названием Ultimate Steak Sandwich. Посмотрим, вкусно это или такое себе. Ну, надеюсь, будет вкусно. Начинаем мы с мяса. Мясо, ребята, Гордон не упомянул какое, да? Он говорит, роллс-ройс от мяса. Это филе миньон, это вырезка, говяжья вырезка. Вот она, у меня она такая небольшая прям, совсем небольшая. Ну, будем работать с тем, что есть. Так, и первое, что он нам рекомендует, это солить и, соответственно, перчить. По мельнице, значит, у него регулировка помола находится сверху. Его мельница у меня находится снизу. Я сейчас откручу, чтобы сделать более крупные хлопья. Так, и вот так вот раскидываем. Ну, перец действительно кайф. И соберем, соответственно, все, что раскидали со стола. Получается такой проперченный, просоленый кусочек мяса. Масло, они всегда добавляют оливку. Вот сколько рецептов смотрел, очень много масла. Максимальный нагрев и прогреваем. И здесь вот ключевой момент от Гордона, то, что нам надо положить краю, чтобы запечатать сразу две стороны. Вот так вот прижать. Немножко вот так он сковородку держит под углом, чтобы краешек, краешек нашего филе прижаривался. Вот эта сторона. Так, чеснок, ребята. Просто вот так вот перпендикулярно. И запечатываем теперь краешки. Замечательно, чуть-чуть свет получился. Супер кайф. Теперь выкладываем чеснок. Срезами вниз, понятное дело. И тимьянчик. Опа! Кусочек сливочного масла. Мясо кладем вот на эту подушку, чтобы оно перестало уже жариться. И поливаем ароматным масляшком. Вау! Слушай, ну выглядит, конечно, очень классно. Я перекладываю в форму для запекания, чтобы вот чесночок внизу остался, мьян сверху. Аромат, конечно, я скажу, чумовой от вот этого всего. И наш стейк. Итак, мы сковородку освободили. Вот смотрите, Гордон берет для следующего этапа приготовления соуса отдельную сковородку новую. Берем еще сковородку, нагреваем и делаем гарнир. Хотя я бы вот использовал, конечно, вот эту. Здесь у нас ароматное масло, тимьян, чеснок осталось. Но буду готовить, как сказал Гордон. Отдельная сковородка, значит отдельная. Хочется написать письмо. И начать со слов «дорогой Гордон». Какая, блин, температура-то была в духовке? Я понимаю, 10 минут, это я понял. А при какой температуре? Ну, полагаю, 180-200 градусов. Больше и меньше нет никакого смысла. Подготавливаем томатики. Оп, оп. Красный перец, беру много, два стручка. Теперь дорежем перец, перцем много. Оставьте себе, да, чтобы поострее было. Гордон говорит, вместе с семенами, вместе с ними. Оливковое масло. Красный лук и острый перец сразу закидывает Гордон. Тем временем мясо из духовки скоро достаем. Опять масло. Он несколько раз добавляет масло, Гордон. Перемешиваем, перемешиваем. Теребоньк, теребоньк. И еще масло, да-да-да. Добавляем соль и перец. Базилик. Ну что, текстурка получается вполне похожая на то, что делал Гордон. Я думаю, что хватит. Слушайте, ну за 10 минут у меня ощущение, что это абсолютно сырой стейк. Я не знаю, какая температура. Но он очень мягкий. 40 внутри, кое-где там ловилось под 50, ближе к краю. Может быть, он отдохнет и немножко распределится. И будет действительно такой же феноменально розовый, как у Гордона. Вот. Но тут есть непонятки. Я бы еще, наверное, чуть-чуть бы подержал. Так, что, приготовим соус. Соус вообще крайне элементарный. Это горчица и майонез. Три столовые ложки мазика и три чайные горчицы. Вот такой вот зерновой. И, конечно же, пальцем пробуем. Три ложки горчицы. Все перемешай и обязательно пальцем все это пробуй. Да нормальный соус, конечно же, вкусный. Мазик, разве, бывает невкусный. Пока стейк отдыхает, давайте подготовим чабату. Сбрызгиваем оливковым маслом. И поджариваем. Сковородки гриль у меня нет, поэтому я прижарю на обычной сковородке. Надеюсь, это не сильно испортит рецепт. Ну что, давайте посмотрим, чем нас порадует или не порадует кусок мяса. Я почему-то сильно уверен, что мясо будет сыровато. Хотя нет, посмотри. Оно такое довольно равномерно розовое. Режется мягко, но все-таки... Нет, ребята, все-таки надо, конечно, доготавливать все-таки. Я не уверен, может быть, такая консистенция и должна быть, но мясо внутри не сказать, что сырое, но такое прям, с кровью практически. Напишите свое мнение. Ну что ж, момент истины. Легендарный бутерброд. Ну давай положим. Как получилось. Режем пополам. Друзья, я не знаю, что сказать. Я салатик еще не добавил, но сейчас сделаю еще версию. Я бы дожарил. Я понимаю, что я сейчас буду есть полусырое мясо. То есть я не против вот в таком виде приготовленной говядины, но это too much, как по мне. То есть вот для меня медиум нормальная прожарка. Поэтому я все эти кусочки, остальные, я их все-таки дожарю немножко на сковороде, хотя бы по минутке с каждой стороны, чтобы уже семье подать. Потому что мои могут не понять. Ну а я ем, как сказал Гордон. Получилось очень остро. Соус с горчицей. Вот здесь вот в этом замесе много перца. То есть прямо... Причем у меня мини чили перец был. Он добавлял туда два здоровых чили перца. Да, режем перец, перец, бдога. Оставьте себе, да, чтобы поострее было. Мини чуть более ядреные, конечно, но... Я предполагал, что это будет очень остро. Дискомфортно, дискомфортно. Мне это не понравилось. Мясо. Несмотря на то, что оно... Ну я не хочу его сырым называть. Это не сырое мясо. То есть я его могу разобрать по волокнам. Оно вот нормально кусается, как масло просто. Это не сырое мясо. Но... Но все-таки ощущение, конечно, странное. Хотя в бутерброде ты этого просто не видишь, да? Что оно какое-то не такое. Ну вкусный бутерброд. Единственное, вот я говорю, чуть менее остро сделать вот этот соус. Томатный. Майонезный соусец нормальный. Мясо, конечно, прикольно. То есть говядина. Но это, как сказал Гордон Роллс Ройс. Это, блин, дорогой нахрен бутерброд. Как по мне, конечно, лучше, я не знаю, там, с колбасой съесть. Ну, как бы не сильно хуже будет. Вот. Поэтому прям вот сказать, что это дофига очень вкусно и прям надо всем делать, я не могу. Правда. Ну, не восторг никакой. Но острый капец. Ну, мясо можно прям губами отрывать. Это... Это правда. Такое резюме. Рецепт годный. Но для наших пищевых привычек, я считаю, нужно его корректировать. Чуть лучше пожарить мясо. Чуть менее остро сделать соус. Либо какие-то писать пропорции. Ну, с пропорциями вообще и с раскладками всегда проблемы в иностранных рецептах. Они почему-то кладут болт на это. Если мы там иногда, ну, часто забываю, я, например. Но я вот часто стараюсь разместить информацию о том, сколько, что там посолить. Сколько соли на таком этапе, на сяком этапе. То есть, вот реально, русские блогеры, футблогеры, вам прям огромный респект. Вы все красавчики. У нас какой рецепт не возьмешь практически. Везде будут какие-то раскладки. Ну, кроме там каких-то совсем, блин, очевидных. Здесь непонятно, сколько соли, сколько перца, как солить. Ну, вот сколько держать, какая температура. То есть, ни хрена не понятно. В общем, все, ребята, проверен рецепт Гордона. Я сам доволен. Я очень давно хотел его приготовить. Все. Всем спасибо, что посмотрели. Ставьте лайкосик. Ребята, поддерживайте рубрику Повторюша. Потому что мне она лично нравится. Я надеюсь, и вам она все-таки будет нравиться, зайдет. И мы постепенно с вами очень много интересных вещей попробуем. Потому что интернет, он бесконечен. Азиатские какие-нибудь блоги, может быть, индийские. Там попробуем разное всякое. И пишите, естественно, в комментариях свои предложения. Какие еще рецепты вы хотите увидеть. Отожарил я эти куски мяса или нет? Заходите ко мне в Телеграм. Я там вам расскажу секрет, что же я сделал с этим мясом. Всем спасибо за просмотр. Спасибо за поставленный лайк. За колокольчик и всякое остальное. Всех обнял. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok